доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые наши контрагенты заранее прошу прощения за то что возможно это видео будет несколько затянутым но по-другому я никак не могу объяснить что как зачем и почему вы сейчас на своих экранах видите страницу нашего сайта посвященную новой нашей технологии которая предлагает лаборатория психологического обеспечения а именно технологию аудио психокоррекции своих предыдущих видео я уже неоднократно останавливался на том что зачем и почему для чего это все нужно и сейчас хотел вы пояснить некоторые очень важные вопросы а именно мы находимся в разделе 9.2 аудио психокоррекция здесь вы можете почитать ознакомиться с общей информацией об этой технологии и самое главное находится внизу этой странице здесь вложенные документы и мы здесь видим их несколько аудио психокоррекция для физических лиц аудио психокоррекция для юридических лиц ну и собственно еще вложен договор поставки аудио-психокоррекционных установок. Сейчас нас с вами интересует документ аудио-психокоррекция для юридических лиц. Давайте представим, что мы его с вами скачали, и я его открою на своем компьютере. Вот так выглядит этот файл, это вордовский документ аудио-психокоррекция для предприятий и организаций. Здесь вам предлагается несколько записанных, готовых к продаже файлов для работы со стрессом, для руководителей, для отдельных людей, для группы людей, работа со стрессом, работа с эмоциональным состоянием в момент переговоров для руководителей и так далее. И буквально недавно был выпущен новый аудио-психокоррекционный файл нами создан для рабочей смены работников, связанных с монотонией, с ночными сменами, с работой сутки через двое, сутки через трое, когда человек сидит, наблюдает за какими-то приборами. Ну, в частности, приведен пример для операторов блочных щитов управления атомных станций, БЩУ так называемых. И здесь предлагается к приобретению файлик. Каждый файлик стоит 70 тысяч для одного работника. Давайте представим себе ситуацию, что существует атомная станция, на ней находится несколько реакторных блоков, они управляются блочным щитом управления и, соответственно, там рабочая смена дежурит с какой-то периодичностью. Как правило, это 10-15 человек, огромный зал в течение ночной, предположим, смены. Люди сидят, наблюдают за приборами, отслеживают процессы, происходящие на блоке. Это могут быть не только, кстати, операторы блочных щитов управления, допустим, аппаратчики на каких-то особо опасных производствах и так далее. И, соответственно, несомненно, происходит процесс утомления, истощения деятельности. В любой рабочей деятельности он происходит в ночной смене, при особо ответственном, опасном участке работы. Представьте себе, да, в Чернобыльскую атомную станцию сидит эта смена и происходит ЧП. Но, одним словом, люди утомляются. У них появляется сонливость, снижается работоспособность. И то, что мы предлагаем для каждого конкретного работника, это отвлечение буквально на 5 минут от непосредственной деятельности это допускается. Люди отходят там по нужде, отходят, допустим, умыться, как-то умыть лицо, восстановиться, активировать себя каким-то образом, размяться, потому что, ну, невозможно сидеть там длительное время. Утомляется человек, работоспособность снижается. И вот в такие моменты, когда люди, работники, отходят от своего рабочего места, им предлагается система восстановления. Вот этот самый аудиофайл. Он отходит, надевает наушники, чтобы не мешать каким-то другим делам с другим коллегам, не мешать, не отвлекать их, надевает наушники и начинает в течение 5 минут прослушивать специальный аудиофайл, записанный конкретно для него, для конкретного работника, Иванова Ивана Ивановича. Все это занимает 5 минут. После этого происходит восстановление, активация активного внимания, восстановление ресурсов психической деятельности организма. Повышается концентрация внимания, повышается работоспособность. 5 минут и человек восстанавливается. Для того, чтобы предприятию получить такой файл, получить такой аудиофайл, такую аудиоустановку, аудиозапись, необходимо проделать ряд шагов. Стоит это все недорого. На одного человека это стоит 70 тысяч. Чтобы это осуществить, необходимо заключить с нами договор. И в этом случае мы четко понимаем, значит, сколько человек, сколько файлов мы должны записать для каждого конкретного работника, индивидуальных файлов аудио-психокоррекции. Чтобы их сформировать для каждого конкретного работника, нам надо получить обратную связь, ответную информацию от человека о его голосе, о тембре, о частотах его, прежде всего, о частотах его голоса. Для того, чтобы получить эту информацию, необходимо каждому из этих работников, из этих 10 человек, условно говоря, смены, записать определенную фразу, определенную фразу. То есть человек или предприятие может зайти, скачать вот этот файл, данный файл, он называется, условно говоря, считалка. Давайте я его открою. Так вот она выглядит, считалка. Скачать. И каждый работник должен три раза на диктофон, на мобильный или телефон, но лучше это организовать централизованно, записать вот эту считалку три раза. То есть конкретный Иванов Иван Иванович садится, ему распечатают вот этот листочек, он садится перед микрофоном и начинает записывать в формате Wave. Сейчас я покажу более подробно об этом. Он зачитывает вот этот текст. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, вышел зайчик погулять, аппетитик наиграть. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пив-пав, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Привезли его в больницу, он украл там рукавицу. Привезли его в палату, он украл там шоколадку. Привезли его на крышу, он украл там дядю Мишу. Привезли его домой, оказался он живой. Конкретный Иванов Иван Иванович, работник конкретной смены, записывает такой файл три раза. Здесь вот изложен алгоритм работы с этим файлом. Необходимо зачитать, записать три раза на диктофон, мобильный телефон, компьютер, неважно. Вот этот файл, вот этот текст. Запись должна быть осуществлена обязательно, обязательно в формате WAV. Ну это самый распространенный формат, без потери качества. Это может лучше всего осуществить где-то на микрофон, на диктофон, мобильный телефон в крайнем случае. Но я думаю на предприятии, на атомной станции или еще где-то найдется компьютер с микрофоном. Далее, необходимо третий шаг осуществить. Отправить эти три записанных файла конкретного Иванова Ивана Ивановича на электронный адрес brain.ru.sobaka.gmail.com. И так поступить с тремя файлами по каждому конкретному работнику из этой смены, из этих десяти человек. Мы получаем эти три файла и начинаем формировать для этого человека индивидуальный заказ, индивидуальный аудиофайл для того, чтобы он мог его прослушивать и активировать силы своего организма в течение своей рабочей смены. На самом деле все очень просто. Давайте еще раз вернемся к аудиопсихокоррекции. Заключается договор. Записывается файл для каждого конкретного человека. Только три файла, вернее, по каждому Иванову Ивану Ивановичу, Петру Петровичу Петрову, Сидорову Сидоровичу Сидорову и так далее. Отправляется в наш адрес и мы формируем эти файлы. Таким образом каждый работник имеет индивидуально для него записанный файл аудиопсихокоррекции. И возвращаясь к самому началу этому видео, он прослушивает этот файл в течение своей рабочей смены. Днем, ночью или в любое время он может сесть буквально пять минут, потратить на то, чтобы прослушать этот файл и соответственно активировать свое состояние, улучшить свою работоспособность, концентрацию своего внимания. Вот такая вот несложная и в то же время достаточно сложная операция. Могут быть записаны не только индивидуальные файлы, могут быть записаны файлы для всей смены целиком, но они будут менее эффективны, нежели если это будет сделано для каждого конкретного работника, занятого вот в таком каком-то процессе, связанном с повышенным вниманием, концентрацией и ответственностью в его деятельности. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!